Девятого мая на улице Киева вышли ветераны Второй мировой войны. Сегодня они вспоминают своих товарищей, которые не вернулись с войны домой. Будапешт брали. Взятие Будапешта моего комбата убили. И я принял решение командовать своей батареей. Я в звании младший лейтенант принял командование батареи. Батарея стала на прямую наводку против прорвавшихся танков. Для целого поколения война стала настоящей трагедией, в результате которой погибли миллионы. Да и сегодня ветеранам приходится бороться за своё существование. «Мы хотели, чтобы на нас не только в День Победы обращали внимание и поздравляли нас, но и в остальные дни. Солдатские пенсии очень маленькие, а наши сбережения, которые были на чёрный день. Они пропали». Отношения народов к одному дню разное. На Западе подписание капитуляции нацистской Германии отмечают 8 мая. Для них это день памяти погибших. В постсоветских странах же проводят пышные парады и всеобщие гуляния. Директор Украинского музея-мемориал Роман Круцек считает, что в этот день праздник неуместен. «Нужно просто сегодня почтить память тех, кто не вернулся с фронта. Мне обидно сегодня смотреть на отношения к самим ветеранам Второй мировой войны. Согласно трёхлетней статистике, их живых, тех, кто действительно воевал в окопах, осталось 620 тысяч». Роман Круцек уже несколько десятилетий собирает в своём архиве документы, свидетельства и факты преступлений коммунизма. Говорит, что вина за войну лежит не только на Гитлере. «Давайте возьмём другой фактор истории. Ведь Гитлер и Сталин, Советский Союз и Германия начали Вторую мировую войну с нападения на Польшу. А Польша была в союзе с Англией и Америкой». История Второй мировой войны, написанная в то время, полна противоречивых фактов. Даже сегодня жители постсоветского пространства не знают, какой ценой досталась победа. «Настоящий день победы 8 мая. 9 мая – это день, когда от Сталина представитель поставил флаг. Это означало уже официальный конец войны». «Вот отец моего воевал, шахтёрская дивизия. Её просто бросили без винтовок, без этого там под Мелитополем. Их перебили там, как воробьё, понимаете. Отец был раненый, правда, выжил там после войны. Всё. Отец там рассказывал такие вещи». С момента окончания войны прошло уже 64 года. А настоящая история всё ещё за семью замками. НТД Киев, Украина